Здравствуйте, меня зовут Шастина Ольга, мне 29 лет, я мама. Мне очень хотелось бы узнать, как можно раскрутить, как можно продвинуть магазин. Здравствуйте, меня зовут Гульнара Мукашева, я мама троих детей. Мы хотели бы открыть агентство по подбору домашнего персонала. Привет, меня зовут Аурика, у меня двое детей, Саша и Влад. Мы очень любим английский язык, и у меня свое дело лингвистический центр. Аурика Герман, мама-предприниматель, оставила карьеру в МВД ради детей, открыла лингвистический центр, английский язык с ней выучили уже больше тысячи человек. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Ребята, доброе утро, просыпаемся. Доброе утро, мое солнышко. Я не люблю, наверное, плут по течению. Это вот с детства врожденное такое качество. Надо было в детском саду идти на утренника. Она медвежонка играла, она очень маленькая была. И последний замыкала круг три года. Не пойду последний. Я буду идти только первой. Нарушили они сценарий. Маленький медвежонок шел первым. Пробовала себя в разных ролях и в разных профессиях. Очень такой чернистый, долгий путь. По сути, 17 лет. Я всю жизнь мечтала, чтобы она медицинская закончила, высшая. В советские времена, наверное, все дети воспитывались на таких ценностях, что профессии серьезные – это врач, милиционер и все. В моей семье это было и все. Я сначала реализовывала их мечты, и потом только пришла к своей. Но она поступила на ветеринарную медицину, на фармацевтическое отделение. Решила, что я могу еще и в деревнях сибирских поработать, поднимать сельское хозяйство в Сибири. Я помню, что на осмотр ветеринарный врач должен прийти на ферму к 4.35 утра. Я иду, я одеваю телогрейку, платок, плачу. У меня слезы, Катя, но я же понимаю, что я не сдамся. Папа звонит при этом, спрашивает, допустим, ну что, ты уже наигралась в ветврача, может, ты вернешься в город, я тебе нормально в клинику устрою даже. Ну, то есть, не обязательно же было работать прям вот так вот. Я вытираю слезы, делаю веселый голос, говорю, ты что, мне тут так нравится, меня здесь все уважают, меня здесь вообще очень хорошо, я вообще здесь останусь. Ну, а параллельно для себя, как хобби для души, конечно, безусловно, я там преподавала, переводила тексты и письменные переводы, то есть, мне это было всегда интересно. Школа была со специальным уклоном, и у нас был английский язык, английская литература, все предметы на английском языке, но просто никому не приходило в голову, что это прямая профессия как раз переводчика. Мягче, мягче, выдох идет, только выдох. Hello, how are you? Hello. Yeah, how are you? How are you? Я преподаю онлайн-предпринимателям в Москве и в Екатеринбурге. Мы взяли бизнес английский, мы стали преподавать в крупных компаниях, то есть, у нас есть сотрудники из Бербанка, организации правительственных. Знание языка, оно же не ограничивает тебя, получается, территориально, то есть, информацию мы получаем первыми. Грубо говоря, что-то из маркетинга, из сферы бизнеса вышло в Америке сейчас в печать. Утром я встаю, первое, с чего я начинаю, это я проверяю иностранные издания печатные, я знаю, какие там статьи, какие направления в бизнесе. Сейчас в бренде при запуске проекта я работала самостоятельно, и по мере увеличения потока клиентов, соответственно, увеличилось количество рабочих часов. И получается так, что я работала 7 дней на день, с 10 утра до 8 вечера, и я уже была не рада, я была в шоке. Нельзя так до такой степени, иногда забывает покушать. Я иногда ей звоню и говорю, найди 10 минут, перекуси, пожалуйста, я тебя умоляю. Все же говорят, что бизнес – это же про то, что ты умная, самозанятая, если ты сам себе хозяин, хочешь – едешь в отпуск, хочешь – путешествуешь. Честно говоря, последнее семейное путешествие было до открытия бизнеса. У нас больше пока возможностей, временных ресурсов не хватает. Мама, тут одна картинка удалилась, она тебе не нужна? Ну, по-видимому, уже нет, раз она уже удалилась. Она уже удалилась? Ну да. Она тебе не нужна? Ну, теперь уже нет. Если вы решили двигаться онлайн, выберите для себя для начала одну социальную сеть, в которой вы хорошо ориентируетесь. Если вы начнете сразу продвижение с нуля по всем соцсетям, не имея достаточного опыта, будет сложно это делать, и качественный продукт на выходе вы не получите. Начните с одной социальной сети. Что касается контента и такого популярного сейчас тренда, как отдать продвижение в Инстаграме на аутсорсинг, здесь также существует несколько ловушек. С одной стороны, большой соблазн отдать кому-то свою нишу, и пусть кто-то представляет ваш Инстаграм, делает красивые картинки, пишет посты. С другой стороны, публика, читающая вас, всегда почувствует, если ваш контент неорганический. Если вы продвигаете салон красоты, и картинки, которые есть в вашем Инстаграме, представляют собой лица из западной культуры, неорганичные нашей российской действительности, потребитель это почувствует, что картинки не настоящие, не из вашего салона сделанные, и вряд ли он вам поверит. Поэтому, когда вы задумываетесь о социальных сетях, все же вы должны понимать, что это огромный фронт работы. Можно заняться работой в соцсетях самостоятельно, и многие начинающие бизнес-вумен так и делают. Но нужно отдавать себе отчет, что ежедневно вы должны уделять время на продвижение своей социальной сети. Также в помощь вам подойдут профессиональные фотосессии, потому что сегодня все любят красивые, качественные фото. А также, возможно, вам потребуется копирайтер, специалист, который напишет для вас тексты, один или несколько, либо будет править тексты на начальном этапе. Для того, чтобы ваши заголовки были яркими, для того, чтобы вы писали грамотно, это тоже важно. До обеда я мама и женщина, а с обеда до вечера я предприниматель. Сейчас на постоянной основе у нас немного, у нас 4 педагога получается, но мы преподаем английский, немецкий, французский, китайский. Если есть, опять же, команда, если есть кому передать свои полномочия, если есть кому делегировать, то это схема рабочая. То есть я могу в данный момент, бухгалтер занимается своей деятельностью, контент-менеджер занимается своим делом, продвижением, грубо говоря, педагоги занимаются нагрузкой по преподавательской конкретной деятельности. Поэтому это вполне нормальная рабочая схема. В основном бывает во второй половине дня, примерно с часу и до вечера. Системно стало, вот что хочу сказать. Раньше было очень трудно, мы вот как загнанные были, а сейчас у нас уже системно, у нас уже есть расписание, мы уже, уже режим у нас есть. К этому графику, выстроенному четкому расписанию, мы шли практически год. Все это очень тоже такой длительный процесс, болезненный, потому что приходится уже постоянно находить компромиссы с супругом, с детьми. Мы скучаем по отпуску, на отпуск у нас нет времени, поэтому мы устроим отпуск себе здесь, в Сибири. В слоеном тесте прям кусочки манго. Когда мы только-только запускали бизнес, вроде идиллия, мы сидим, отдыхаем на даче, горит костер, и мы вроде-таки расслаблены, тут прилетает к нам исполнительный директор с папками, с документами, там что-то, какая-то там проверка, нужно было срочно все подписать, все переделать. Все отдыхают, едят шашлык, а мама сидит документы, перепроверяет, подписывает, все, готовится к проверке. Никто не говорил, что будет легко. Ну что, Влад, идем шарик запускать и желание загадывать? Да? Что будем загадывать? Не болеть больше? Если ребенок заболел, то мы покупаем шарик надувной, загадываем желание, чтобы быстрее выздороветь. Самое важное качество, которое нужно прививать детям, чтобы они исполняли свои мечты, и я изначально их сейчас настроена на то, что все реально, и это все возможно. Это очень важное, наверное, качество – научиться верить в себя. Ко мне она пришла не сразу, после открытия первого стартапа. Все это время я верила в свои интеллектуальные способности, что я могу там получить высшее образование, могу освоить любой новый иностранный язык. После открытия бизнеса я поняла, что я могу там пастусь, по факту все. Все, о чем мы мечтаем, то, что мы там визуализируем себе, представляем, это все сбывается. Телеканал «Продвижение» в крупнейших сервисах онлайн-ТВ. Любимые программы можно смотреть на компьютере, планшете или в телефоне, в смарт-телевизоре или ТВ-приставке. Телеканал «Продвижение». Позитивно настроен. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Незренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте «Это работает». Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Иногда кажется, что легче выкопать котлован и привезти морской воды, устроить детям море здесь, чтобы не отрываться от работы. Она должна быть первой. Это вот у нее срождение такое. Оба института заканчивала у нас красным дипломом. Закончила с красным дипломом. Пришла и подала мне диплом. И сказала, что она маме. На последнем уже курсе я поняла, что это не то, чему я хотела бы посвятить свою жизнь. Наверное, я осуществляю не свою мечту, а мечту своей мамы. Подумала, ну все, окей, что же еще? Какие же еще есть профессии? Так, ну ладно, если не врач, ну тогда милиционер. Она сокращенная там какие-то курсы закончила, совершенствовала, совершенствовала милицейские. И она отработала там 4, по-моему, года отработала. Старший лейтенант на полицию. Меня изначально принимали на работу, и мне начальник сказал, «Ты готова, что я буду твой муж и папа, и брат?» То есть я могла уйти с собственной свадьбы для того, чтобы напечатать документ. Составина УВД, она жесткая. Она не совсем предназначена легкой головой для женщин. Начальник открыто сказал, у тебя большие перспективы. Карьерного роста, ты должна выглядеть, дети или карьера. Ну и вот этот вопрос, он меня проверк в шок. Пришла и сказала, я написала заявление. Для папы это был серьезный удар. Папа был настолько в расстроенных чувствах, настолько убит. Он с ней не разговаривал много времени. Поработала, только-только начала подниматься по карьерной лестнице, и вдруг все мечты рухнули. Я ушла в никуда, на биржу труда. Еще будучи сотрудником полиции, я пошла на второе высшее образование. Там получалось 3,5 года обучения. Я с Омск наш. Работала, вечерами училась, беременная была. Для начала просто так репетитство, просто так, без всякой оплаты, безо всего. Год шла до того, что я пришла в образовательную сначала сферу. То есть сначала я начала работать по найму преподавателем английского языка. Нагрузку увеличила себе в геометрической прогрессии. По найму преподавателем я проработала практически 3 года тоже. 3 года мне понадобилось на то, чтобы набраться опыта именно педагогического. На тот момент я не предполагала вообще ничего о предпринимательстве. Кто-то даже из родителей мне зародил такое зерно, потому что меня спросили, а вы свой бизнес не хотите открыть? Я так посмеялась, говорю, какой бизнес? Я же по найму, я же педагог, какой бизнес? Я же не бизнесмен. Ну, наверное, все в этой жизни не случайно. Я попала в конгресс-холл, коучи, бизнес-тренеры и рассказали про эту профессию. Это, оказывается, то, чем мне хотелось заниматься. Вот в этот момент у меня все. Весь пазл, наверное, сложился. То есть я понимаю, что этому я бы хотела посвятиться всю жизнь. То есть выстраивать компанию с нуля, объединять команду единомышленников, разбираться в маркетинге, продажах, продвижении бизнеса. Страх был тогда, когда и на ферму я ехала. В первый раз, увидев коров не на картинке, а вживую, влипнув в белом халате в белую стену. Тогда было еще больше, наверное, страх. Была идея открыть бизнес. Не было средств, честно говорю. Маленький ребенок на руках. Сели с мужем, посчитали. Какой, говорю, бизнес? Нужны какие-то стартовые деньги, стартовый капитал. А мы всю жизнь на государственной работе работали. У нас только лишь... Единственное, что у нас есть, это по 40 лет в стажу. Говорю, вот сколько есть, вот столько дадим. Даже втихаря сначала от папы, она мне заняла 66 тысяч рублей, которые мы потратили на мебель, аренду помещения, вывеску. За ночь покрасили стены с мужем. И, в общем, утром впустили первого клиента. Одного единственного. Проведя урок с которым, я имела кучу свободного времени, не знала, чем себя занять. Сидела, смотрела на стены и плакаты, думала, о боже, что же я сделала. Социальная сеть продающего аккаунта, она должна состоять из нескольких этапов. Во-первых, должен быть товар, и он должен быть лицом. Человек, листающий вашу ленту, должен видеть, что вы продаете. И для этого не нужно делать 6-8 скроллингов в телефоне, для этого нужно сделать раз-два и примерно понять. Во-вторых, контент должен быть полезный, с красивыми качественными заголовками, которые объясняют суть поста, который находится внутри. Тогда потребителю захочется пройти внутрь, посмотреть и прочитать. Вопросы должны быть действительно актуальными. И вам потребуется время и, возможно, чье-то экспертное мнение, чтобы эти разделы составить. Вам кажется, что важен состав косметики, натуральная ли она. А, возможно, потребителя интересует совсем другое, скажем, экологичность упаковки, в которую этот товар расфасован. Ну и, конечно, развлекательный компонент, который может представлять собой элементы вашей личной жизни, элементы бэкстейджа, тоже должны присутствовать. Геймификация — это сегодня такой всеобщий тренд. Если вы не играете с потребителем, не устраиваете вопросы, конкурсы, викторины, если у вас нет вовлеченности, то ваш аккаунт будет отдельно от продаж существовать. Увы, существует несколько типовых моделей, как вовлечь публику к своему аккаунту, заставить комментировать, отвечать. Но самая популярная — это акция, скидка. Когда мы видим слово «скидка», несмотря на то, что мы видим его тысячи раз в день, все же наш взгляд останавливается непроизвольно на этом слове. И если товар для нас значим и скидка существенная, как правило, потребитель вовлечется, и он будет дальше просматривать. Социальные сети вроде Инстаграма позволяют делать опросы, когда можно выбрать «да» или «нет». И это тоже игра с потребителем. И с этой публикой, которая вовлеклась, дальше можно общаться. Самое страшное — это перейти вот эту вот грань. Когда у тебя страх, депрессия накатывается, тебе кажется, что ты никому не нужен, твой бизнес никому не нужен, клиентов нет, можно закрываться. Несколько попыток, у меня были такие панических атак, когда я домой приходила, садилась на грудь и говорю, все, я закрываюсь, потому что реально страшно. То есть я не понимаю, как мы отдадим аренду, плюс мы должны отдать маме долг, плюс мы должны дальше в продвижение вкладывать. То есть я не понимала, но начала изучать бесплатные интернет-ресурсы, все, что находила в интернете, бесплатные все тренинги, вебинары. У нас были такие чудовищные задания, когда надо сбросить карту города с отмеченными всеми конкурентами. Оказалось, что в Омске языковых курсов только официально зарегистрированных более 200. Мы изначально продумывали наше УТП, мы понимали, что без уникальности мы не выживем, поэтому мы для себя сразу взяли интерактивный подход. Мы проводим занятия не только в рамках своего офиса, а проводим их на выезде. То есть мы ходим в библиотеку Пушкина и там смотрим на дачу Онегина мультфильмы, полнометражные на английском языке. Если мы уже прошли соответствующую тему, мы дальше идем в реальную жизнь и практиковать то, что мы узнали. Мы стали ходить с детьми в столовую. Мы идем туда, и там на языке. То есть мы выбираем блюдо, мы готовим, что-то обсуждаем. То есть если у нас тема, допустим, одежда, шоппинг, мы устраиваем на языке. То есть мы идем в торговый центр. Идем, мы выбираем одежду, описываем ее, примеряем ее, просим другие размеры, все по-английски. Искусственно создаем вокруг себя языковую среду и в ней живем. Да, нам приходится выкручивать иногда. Иногда мы придумываем одно мероприятие, рекламируем его активно в соцсетях, там копируют и делают то же самое. Нам приходится отстраиваться от конкурентов. То есть мы придумываем, значит, еще что-то круче. Если, грубо говоря, я придумала билингвальный языковой лагерь, мы его создали, сняли рекламную кампанию, все-все-все провели, привлекли клиентов. И тут бабах, со сутки до открытия этого лагеря конкуренты берут и делают все то же самое. Ну это нормально, опять же, уже без паники воспринимаю, то есть нормально. Сначала, да, было страшно, потому что мне казалось, как это мои идеи могут украсть. Но это бизнес, идеи летают в воздухе, и если ты придумал идею, это не значит, что она твоя, ты на ней никаких прав не имеешь. Если кто-то успел реализовать эту идею еще быстрее, то это нормально. Культовые детективы Любимые сериалы Как дела? Мировое кино Ежедневно, круглосуточно, на продвижении И один из самых успешных комиков в мире Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения И больше не переключайтесь Оливье Наша классика, наша легенда Раньше было вкуснее Чем выше горочка, тем правильнее подача Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана Телепроект для гурманов Вкусно по ГОСТу Взрывный помощник позволяет четко видеть миллионам человек Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бабах Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте Это работает Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение» Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство И разделял со всеми все Это же хорошо, уже делится Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать плакать, можно начать смеяться Можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты Беседы с экспертами в студии А есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе нестандартно и легко, а психологии Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение» Было страшно, когда не было клиентов Но еще страшнее стало, когда их стало много На первую прибыль мы вышли спустя 3 месяца Начали отдавать частями маме долг И через полгода у меня уже было 28 учеников И тогда пришла мысль, что, ну окей, можно же объединить усилия То есть есть преподаватели, с которыми я общаюсь И совместно работать Я хотела изначально не подчиненных, а равноценных себе партнеров Она не держит секретов, да, вот если что-то случилось, она нам рассказывает Потом рассказывает, какое решение было, например, этой ситуации С командой работать сложнее Почему он ему дал задачу? Он пошел выполнять В команде же есть всегда дух соперничества, дух конкуренции Это важно, иначе не будет развития Ты должен слушать аргументы Брав себе людей в команду, я их предупреждала У вас есть перспективы, вы полноценные партнеры по бизнесу Мы растем активно, быстро Изначально бюджета на маркетинг не было вообще Мы читали активно Игоря Мана На маркетинг бюджет мы стали выиграть буквально 2 месяца назад Как могла, я осваивала сама обучение в Инстаграме, продвижение в соцсетях других Закончила школу социальных инноваций Омского бизнес-инкубатора Потом школу акселерации Это все по ночам, по вечерам, по выходным Пока детей сдаешь в игровую, а сам бегом учиться Стали выходить на нас инвесторы, потому что затеяли крупное масштабное дело Где полностью будет клуб погружения в язык Аналогов у нас в России нету И это стало привлекать инвесторов Хотелось, честно говоря, но потом понимаю, что очень много ограничивающих факторов Не хочу, чтобы кто-то владел бизнесом, кроме меня Масштабировать бизнес за счет инвестиций – нет Масштабировать бизнес за счет субсидий и грантов – да Мы придумали в этом году идею такую нашей командой Читательский клуб начинающих предпринимателей У нас задача прочитать 250 книг по бизнесу в течение года И еженедельно мы встречаемся И отчитываемся по прочитанной книге Презентацию делаем такую графическую, чтобы было все понятно Чтобы, опять же, не стоять на месте и чтобы все успевать Я боюсь, что я тогда расслаблюсь и перестану развиваться Мне кажется, если я перестану бежать вот в этой вот гонке То я все, я начну деградировать, у меня будет какой-то регресс И все, я сойду с ума в четырех стенах Я всегда говорю, так нельзя работать Это ты пока молодая, еще подожди, немножечко, и ты начнешь уставать Торжественно поклялась на Библии, как в лучших американских фильмах Что я буду, во-первых, выходные иметь Я пыталась, я пробовала, я полностью делегировала Объяснила, что у меня родился второй ребенок, что мне стало сложнее Плюс мы уехали жить за город в Ростовку Стало успевать сложнее Уходила буквально на месяца полтора, не больше У меня началась крайность Тогда я начала дома как ненормальная печь пироги, пиццы То есть муж приходит домой, там 7 видов пирогов, пиццы, булочки, шанишки Он говорит, это что, у нас кулинария еще дома, что ли, открывается Я говорю, нет, я просто не знаю, куда деть свою энергию Потом я стала гулять с ребенком младшим, пока старшая в садике И приставать к детям во дворе, их обучать языку Не получается у меня без профессии Это вот она такой человек Она вот в своей методике, она хочет, чтобы все знали английский язык Первое, что вы можете сделать для анализа своей соцсети Это перевести свою страницу в бизнес-аккаунт В этом случае вы получаете доступ к аналитике Вы видите, сколько у вас подписчиков из вашего региона А если вы компания местная, для вас важно, чтобы большинство ваших подписчиков Все же было в зоне доступа Далее важно понять, сколько у вас мужчин и сколько женщин Какой возраст Согласитесь, если вы имиджмейкер для девушек, для молодых девушек То аудитория преимущественно пенсионного возраста или мужская Да еще из другого города вряд ли будет вам полезна Существует большое количество программ, которые анализируют ваш профиль Как правило, все эти сервисы платные Конечно, на начальном этапе людям не хочется тратиться на аналитику На то, чтобы понять, кто перед вами, кто подписчики Но, видимо, делать это придется Либо вы отдаете на откуп специалисту, который разбирается с вашим профилем Либо вы разбираетесь сами Потому что это важно, кто вас читает и кто реагирует Также есть популярная нынче вещь, называется Give Giveaway Это такая процедура, когда вы становитесь спонсором этого гива И к вам приходит сразу много подписчиков Опять же, вы получаете за ваши деньги, как правило, не очень большие, кота в мешке Вы не знаете, кто придет И после каждого гива, если вы в нем участвуете Очень правильно посмотреть, кто к вам пришел Нет ли ботов, нет ли сложно досягаемых подписчиков Те, у которых аудитория составляет несколько тысяч И до вашего поста они просто не долистают ленту Ни сегодня, ни завтра, никогда Также важно понять, из какого города подписчики Когда они вас смотрят Когда у вас максимальное количество откликов Весь этот анализ вы собираете для того, чтобы улучшить свою страницу Папа первое время реально ждал, когда я перестану играть в бизнес и уйду на нормальную работу Мы говорим, давай в районной иди, преподавать будешь Уже через знакомых нашли школу, где он строится учителем Он говорит, сказал, да не пойду я в школу, да не буду я вот эту программу, ну вот я хочу новые методики, новое вот все Папа долго не верил Сейчас так не думаю, сейчас он уже сам понимает, что, да, времена поменялись Поменялся образ жизни, мало того, папа на пенсии открыл свой бизнес, охранные предприятия Он уже как-то смирился с этим, как-то поверил Ну и внуки нас сплачивают, конечно, мы очень помогаем Уже не так, как пять лет назад было Сейчас я не воспринимаю это как психическое расстройство Если человек мне говорит, допустим, о, там у меня пять тысяч рублей И я хочу там международную сеть магазинов Ну окей, значит, надо просто сесть, написать свою цель, расписать все шаги на пути к ее достижению и действовать Я вот сейчас понимаю, я себя чувствую, ну то есть бизнес в состоянии там грудничка Мы знаем, к чему мы хотим прийти, мы уже смотрим помещения в других городах Мы понимаем, что у нас будет сеть Каждый человек гениален, то есть это наш лозунг И мы доказываем это людям каждый день Если бы не было родителей, меня бы это не остановило Уграничений нету, уграничения мы себе строим сами в своей голове